Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, так часто бывает, что люди пытаются изучать какой-то иностранный язык. И сегодня, в частности, мы, конечно, поговорим про Польшу, так как мой канал более связан с Польшей. И в этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями, которые я использовал при изучении польского языка. И также поделиться общими рекомендациями при изучении иностранного языка. Так как я уже в своей жизни изучал английский, это был мой первый язык, который я начал изучать. Потом я изучал польский, сейчас я изучаю китайский. И постоянно я придерживаюсь примерно одной и той же стратегии. И в этом видео я поделюсь с вами всей этой информацией, которая будет очень полезна вам в будущем. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, с чего же начать изучение иностранного языка? Сейчас мы поговорим про психологические основы. То есть, большинство людей, когда начинают изучать какой-то иностранный язык, они не поставили себе четкую цель. То есть, они такие, ну, было бы неплохо. Вот, я часто спрашиваю у людей, которые начинали изучать английский язык, и я спрашивал, зачем ты его учишь? И человек такой, ну, было бы неплохо его знать. То есть, это не цель, было бы неплохо. То есть, у вас должна быть цель, почему вы изучаете то или иное. В частности, это иностранный язык. То есть, такая цель очень быстро развеивается. Было бы неплохо. То есть, сегодня вы думаете, было бы неплохо, а завтра уже этой цели нет. То есть, самое главное, это поставить цель. Зачем? Четкую цель. И из этого мы плавно перебываем в мотивацию. То есть, второе, что вам нужно иметь, это мотивация. Что я имею в виду под этим понятием? Мотивация. То есть, вы должны замотивировать свой мозг, чтобы он хотел изучать иностранный язык. Чтобы он хотел это делать. Так как по природе наш мозг очень ленивый. То есть, чтобы выполнять какие-то умственные, такие серьезные процессы, требуется очень много энергии. И нашему организму это невыгодно, постоянно терять такое большое количество энергии. Поэтому мозг пытается максимально упрощать все. То есть, мы постоянно живем в каком-то, знаете, таком полудреное. То есть, если мы что-то неактивно делаем, думаем. То есть, мы делаем полуавтоматически какие-то действия в течение дня. То есть, половина наших действий, они полуавтоматические. То есть, проснулись, заправили постель, закрыли дверь, вы можете даже, и не вспомнить, как вы закрывали эту дверь. То есть, вам нужно обмануть свой мозг, чтобы он хотел изучать этот иностранный язык. И, как я слушал в лекциях профессора Савельева, если не ошибаюсь, то есть, это профессор, который занимается мозгом. То есть, вам нужно обмануть мозг, используя низменные мотивы. То есть, вы знаете, это очень мощная штука, так как для нас имеет наибольшую ценность, важность, для наших именно глубинных желаний. То есть, именно такие низменные мотивы, как доминация, размножение, количество партнеров противоположного пола. То есть, для нас, людей, это важно. Для наших низменных мотивов. Поэтому, если вы, например, парень, который едет, например, в другую страну, в Польшу, либо в другую страну, вы можете замотивировать себя тем, что, представив, как вы будете общаться с противоположным полом в этой стране. То есть, без этого, без знания этого языка у вас не будет шансов. Но, если вы изучите этот язык, то вы сможете общаться с противоположным полом. То есть, представить, какой вы популярный с противоположным полом, сколько принесет вам это успехов в жизни. То есть, таким образом, вы можете обманывать свой мозг, то есть, мотивировать его. Либо представить, что вы будете лучше других людей после изучения определенного языка, либо после изучения чего-то другого. То есть, доминирование, это тоже одно из таких основных качеств, основных таких мотивов, желаний любого человека. Поэтому, мы каждый день пытаемся доминировать среди других людей. Пытаемся стать лучше, пытаемся показать, что мы лучше. Пытаемся купить что-то новое. Люди покупают айфоны, чтобы принадлежать кругу людей, которые тоже обладают айфоном. Так как, например, вокруг айфона создан очень такой сильный маркетинговый шум, что айфон это очень престижно, очень круто иметь айфон. Если у тебя есть айфон, то ты автоматически становишься таким, знаешь, красавчиком, успешным человеком. Да, пускай ты его купил за свои последние деньги, но если ты его достаешь на улице, то люди подсознательно чувствуют, что ты принадлежишь к кругу людей, которые обладают айфонами. Сам я не люблю айфоны, поэтому я использую свой обычный телефон. То есть, к чему я это веду? То есть, вы должны обмануть свой мозг такими вот штуками, фишками, чтобы вам было интересно изучать язык. Так как, смотрите, как люди постоянно изучают какой-то язык. Например, самый простой пример – это английский. То есть, люди думают, я начну изучать английский. И они либо самостоятельно начинают изучать слова, как-то читают что-то, либо записываются на курсы, где им начинают рассказывать все эти времена. То есть, они начинают с грамматики, да, параллельно разбавляют какими-то словами, какими-то текстами. Но в основном это идет грамматика. То есть, человек приходит, он сразу видит 12 часов, он думает, ого, это 12 часов нужно выучить. Потом он понимает, что это не конец, что еще есть и разные пассивные залоги, есть условные, есть очень много чего другого. И человек такой, да, зачем он мне нужен? Я лучше пойду, не знаю, на какую-то проще работу. Он английский, он такой сложный, я никогда не выучу. Английский, язык сам по себе, это один из самых простых языков для изучения в мире. То есть, я читал эту информацию, что это один из самых простых языков. Да, и по сравнению, например, с русским языком, английский, он намного-намного-намного проще. Там, намного меньше слов, намного меньше всего. То есть, что я обычно делаю в таких случаях? То есть, как я обычно начинаю изучать иностранный язык? То есть, я никогда не начинаю с грамматики, знаете, чтобы быстро потухнуть, знаете. Потому что люди очень быстро тухнут после того, как они там месяц, два, три изучают грамматику. И понимают, что они до сих пор не могут сказать ни слова. То есть, мозг не удовлетворен, мозг думает, блин, а зачем я это делаю? Зачем я вообще, зачем мне это нужно? Я трачу деньги, трачу время, трачу вообще энергию. Я до сих пор не могу даже, не знаю, там, двух-трех слов, там, нормально связать с человеком, иностранцем. Зачем я это делаю? Не понимаю. Поэтому мы переходим плавно к третьему. Это увлеки свой мозг. То есть, сделай процесс обучения на начальных этапах максимально приятным, комфортным для тебя. То есть, как я изучал иностранный язык? Я пытался увлечь свой мозг. Вообще, я очень долго изучал именно английский язык еще в школе. То есть, с английским языком сложно привести пример. Но потом, когда я начал действительно так, очень плотно, знаете, так изучать английский язык, я начал изучать песни на английском. То есть, там были действительно сложные конструкции. Это были песни, связанные с хип-хопом. То есть, там очень много разных слов. Мне это нравилось. То есть, я постоянно слушал эту песню. Я видел перевод, видел, как она читается. То есть, мне было интересно. То есть, именно для меня это было интересно. Я читал. И потом, когда даже не видел, как она читается, просто где-то еду, слушаю. И я вспоминаю слова. Мой мозг, самое главное, мой мозг привыкает к речи. То есть, он адаптируется к этой речи. Это такое основное правило, которое я хочу поделиться с вами. Итак, до этого вы поняли, что главное это поставить цель, это мотивация и это увлечь свой мозг. Это такие три основные психологических таких бэкграунда, которые вы должны усвоить перед тем, как начать изучать иностранный язык. А теперь перейдем к тому, как же все-таки я изучал иностранный язык на примере польского, именно польского языка. Итак, как я его начинал учить? Я начинал с прослушивания аудио. То есть, я слушал аудио. Это были фраза и перевод. Все это происходило в аудио. То есть, я уже начинал слушать. Я делал что-то, помогал, что-то делал, ходил, бродил. И все время это слушал в наушниках. В чем именно суть этого метода? То, что ваш мозг привыкает к этим оборотам, к этой речи. Да, возможно, вы потом не свяжете ни слова, как я, было это в моем случае. То есть, я приехал в Польшу, я изучал, я слушал, очень много слушал эти аудио. Потом также у меня был очень крутой разговорник. Здесь я попробую вставить именно, как он называется, это Бенлиц. То есть, мне этот разговорник очень нравится именно в польском языке. У меня есть такой самый разговорник. Это разговорник китайского языка. Но он мне не так нравится, так как здесь идет русское слово, потом китайские иероглифы. И потом, как оно звучит на китайском. То есть, русскими буквами. Но мне это не нравится, так как очень непонятно, как там произносить правильно. Так как китайский язык, он очень-очень сложный. Именно нужно правильно произнести. Очень короткое слово, но его нужно произнести с правильным тоном. То есть, там очень важна именно тональность. А именно польский такой разговорник, он мне очень нравится. То есть, там все достаточно просто. Именно он красочный, как вы видите. Он красочный. То есть, здесь разные цвета. Здесь очень много тем. То есть, я читал этот разговорник. Я слушал аудио. Это перед моей самой первой поездкой в Польшу. Да, я приехал в Польшу, но там как бы это не сильно мне помогло. На первых, на первых порах. Так как я только услышал польскую речь. Такой, блин, о чем они вообще говорят? Но, в чем суть? Вы скажете, так зачем мне это делать? В чем суть? Мой мозг уже был более-менее адаптирован к этой речи. У меня уже был какой-то основа слов. Это, знаете, это такое сравнение, как такой, знаете, маленький шарик со снегом. Вы хотите пустить его с такого уклона. Представьте, на начальных этапах вам нужно постоянно придавать усилия, чтобы его покатить. Так как его масса слишком мала по отношению к трению. Вы постоянно прикладываете усилия, 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 усилия. И потом, когда он будет набирать уже больше массу, он уже будет сам постепенно катиться, катиться. И со временем он уже будет все больше, больше, больше. И вам уже даже не нужно будет прикладывать усилия. Так самое с изучением иностранных языков. поначалу очень сложно даже там запомнить пару слов привет пока да нет такие основы их очень сложно но потом вы с каждым днем улучшаетесь у вас есть какой-то уже основа слов которых вы знаете вы уже слушаете вокруг вас в этой языковой среде где вы находитесь либо вы даже если вы дома смотрите фильмы слушайте музыку если вы в той стране уже как например если вы в польше то вы можете уже слушать вокруг вас людей и это как снежный ком вы все больше и больше понимать о чем идет речь то есть какое-то слово вы знаете вы услышали примерно поняли чем идет речь дослушали что еще происходит то есть у вас уйдет уже привыкание вы уже больше можете разделять эти все непонятные звуки на отдельные конструкции на слова и таким образом это как снежный ком то есть вот почему нужно именно в начале изучения увлечь свой мозг а не просто начать изучать просто сидеть читать слова через неделю так и интересно то есть сделайте свой процесс максимально для вас интересным то есть для меня было интересно я делал что-то руками и слушать то есть или просто лежал и слушал это было бы для меня очень скучно то есть именно специально выбрал такой метод чтобы что-то делать параллельно и это как знаете как фоновый звук и еще такой один очень такой крутой момент именно про мотивацию своего мозга то есть вы должны создать в голове своей такую знаете красивую картинку будущего от того что вы изучаете этот язык например то есть как было в моем случае когда я изучал английский я такой думал блин если выучу английский блин если я выучу английский то я буду действительно успешным там некая-то картинка в голове было это какие-то америках там я не знаю каких-то заграничных странах то есть у меня будет такой успех слава будет много денег работа будет очень хорошая вот такая картинка да пускай это не правда пускай вы просто обманываете свой мозг либо вы действительно в это верите то есть как бы это будет очень сильно влиять на вас то есть если действительно сильно замотивированы то это будет намного сильнее влиять на ваш процесс изучения то есть создаете очень красивую картинку либо просто красивую вы представляете например если вы в польше представляете как вы изучаете польский язык то есть вы уже не просто там работаете где-то на складе либо заводе вы уже работаете на более перспективной работе на лучше работе где меньше работать нужно больше получать в коллективе то есть как бы вы уже может не работаете а управляете многие хотят управлять и не работать и вы создаете эту картинку и просто действуете действуете и действуете то есть ребята вот такие вот рекомендации которыми я хотел бы с вами поделиться то есть вы поняли как я изучал язык то есть я слушал параллельно читал и потом просто в языковой среде это закреплял да конечно потом пошла уже грамматика когда уже тебя более-менее начал адаптироваться понимать слова то есть как бы до этого я стараюсь не касаться грамматики либо касаться и так это отстранено такие основы то есть на телефоне есть такие очень много приложений где есть такие основы например там сайпи польский например польский за 7 урок да я читал эту грамматику то есть там были такие основы того как нужно строить предложение то есть без этого конечно вы далеко не уйдете как именно построить но это занимает буквально пару часов чтобы все это просмотреть понять и дальше уже можете просто слушать и понимать ну что ребята кому было полезно это видео обязательно поставьте лайк подпишитесь на мой канал так как до этого я делал пару видео о китае и решил так сказать вернуться в колью про польшу так как скорее всего мои зрители больше сконцентрированы на польском контенте чем на китайском вы что же ребята всем спасибо за просмотр и всем желаю хорошего дня до встречи на следующих видео пока пока